всем привет мои хорошие только проснулась хожу смеюсь сама собой знаете кто мне настроение поднял с утра алекса я вчера поздно пошла спать как всегда очень поздно и на всякий случай говорю алекса поставь будильник на такое то время проснулась раньше этого времени подхожу к лекции шепотом говорю алекса отмени будильник она мне представляете шепотом отвечает будильник на такое-то время отменен ребят это так смешно это действительно меня размешила представляете до чего дошел прогресс до чего дошел технический прогресс алекса слышит что я говорю шепотом и отвечает мне тоже шепотом разве это не смешно нужно как-нибудь этот момент обязательно вам заснять и кстати ребят Вот кто не знает, какой подарок подарить любимому человеку или родственнику, вот какая классная идея. Я каждый раз говорю мужу, какой ты молодец, что мне подарил такой подарок. Это реально классный подарок. Лежишь в кровати, хочешь погоду узнать, хочешь будильник поставить, хочешь какие-то новости узнать, хочешь, чтобы какая-то песня твоя любимая играла. Пожалуйста, Алекса и любой вопрос, который у вас только есть в голове, задавайте, она вам ответит. Конечно, это очень интересно, это реально классный подарок. Что хотела вам еще сказать, ребятки? Во-первых, огромное спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку под моим прошлым видео. Я настолько благодарна именно за ваши советы, потому что советы как раз, вот знаете, мы сейчас в таком состоянии. Мы почти уже, конечно, решили, да, и вы правы, вы правы, и вы нам вот советуете. Мы, конечно, ну 99% уже все решили, что мы машину будем выбрасывать и искать что-то получше. Как вы мне и писали в комментариях, ищите что-то получше. Спасибо вам большое, ребятки, за советы, за поддержку. Это реально нам сейчас нужно. И вы знаете, я сегодня вот проснулась, почитала комментарии. Я действительно сама себе сказала, да, мы приняли правильное решение, и вы нам так советуете выбрасывать машину, что мы будем делать. У меня сейчас буквально полчаса свободного времени до работы. Сейчас нужно еще сбегать в супермаркет, закончилось молоко в холодильнике. Мужу нужно что-то купить на обед, проснется перед работой, чтобы он что-то перекусил. И потом собираюсь на работу, конечно, так неудачно, так не вовремя все эти дела с машиной, потому что это у меня сейчас последняя неделя, когда я работаю 5 дней подряд. Мне сейчас, конечно, так нужны выходные дни, потому что, ну как выбросить эту машину? Просто так же на улице не оставишь. Нужно звонить, у нас специальная такая служба есть, когда приезжают, забирают машину, они ее оценивают. Да, вы меня спрашивали в комментариях, да, нам какие-то деньги дадут. Это в зависимости от того, как они оценят. Это зависит от них, от этих людей, которые приедут, забирают машину. Если повезет, если, ну это, я думаю, нереально, дадут 1000 долларов. Ну, я думаю, от 300 до 500 долларов. Это цена, которую дают за машину. Может быть, даже меньше. Я не знаю, ребята, это первый раз мы будем вот так выбрасывать машину. Я не думаю, конечно, что дадут 1000, но бывает такое, за хорошие машины дают и 1000. Посмотрим. Конечно, эти деньги нас не спасут. Другую машину покупать, это, конечно, наверное, минимум, минимум 6-7 тысяч, если не больше. Посмотрим. Посмотрим. Пока что мы не будем спешить с покупкой этой машины. Мы будем ждать, пока что-то хорошее подвернется, попадется. Будем выбирать. Пока что будем без колес, но что поделаешь, если какие-то срочные дела, то будем пользоваться рабочей машиной. Бегу в супермаркет купить молока. Я проснулась, так чая хочется, ага, а молока-то нет. Поэтому, чтобы попить сегодня чай, сначала нужно сходить в супермаркет за молоком. Так привыкла чай с молоком, что уже как-то черный чай это не то. У нас ночью такой ливень был, вот просто тропический ливень. Смотрите, сейчас все высохло, даже следа не осталось от дождя. Никаких луж нет, все сухо. Как же это классно, когда супермаркет, вот буквально 2 минуты ходьбы от дома. Вот уже наш супермаркет. Перехожу дорогу. У нас, кстати, вот еще один супермаркет, вот там есть. Иногда хожу в этот, иногда хожу в тот, под настроение. Время у меня особенно нет гулять по супермаркету, поэтому сейчас еду в молочный отдел. Возьму молоко, а потом посмотрю какой-то салатик. Почему пришла именно в этот супермаркет? Потому что у них есть отдел уже с готовыми продуктами. Там салатики, сэндвичи. Так, где у нас здесь молоко? Овсяное, наверное, я возьму овсяное. Вот такое молоко взяла, овсяное. И я буду сейчас искать салатик. Вот у них холодильник с салатами, разные-разные. Салаты здесь у них, овощи также порезанные. Какой же взять вот салат Цезарь. Наверное, Цезарь ему возьму. Вот какой-то авокадо стоит он 9 долларов. А все они, да, по 9 долларов. С кукурузой. Муж мне не любит кукурузу. Так, мои быстрые маленькие покупочки с супермаркета. Салат для любимого мужа. Я вам уже говорила, стоит 8,99. 9 долларов. Такой огромный салат. Всегда в этом супермаркете он у них свежий. Мужу моему очень нравится. Что еще купила? Помидорчики. У меня закончились помидоры, огурцы, листья, руколы остались. Можно салат. Приду с работы, салатик себе сделаю. Я купила такие вот 4 помидорчика. Стоят 90 центов. Цена это по весу. И молоко, конечно же. Молоко уже заварила свой чай. С удовольствием сейчас попью чай. Что-то перекушу и побежала, ребятки, я на работу. А, молоко ж не сказала, сколько стоит. Молоко стоит 4,99. 5 долларов. 5 долларов. 5 долларов. Продолжение следует...